Эта программа посвящена любителям и знатокам цветов, ведь техника керамической флористики, о которой мы сегодня узнаем, как раз и создана для них. Во всех тонкостях и особенностях этого вида творчества нам поможет разобраться Юлия Пащенко, которая покажет, как создать из керамики кусти конютиных глазок с цветком, бутоном и листьями. Здравствуйте! Меня зовут Наташа Фохтина, и я рада с вами вновь увидеться на телеканале «Загородная жизнь» в программе «Штучная работа». В эфир она выходит исключительно для того, чтобы вам помочь выбрать для себя тот вид рукоделия, который именно вам придется по вкусу, то есть будет соответствовать всем требованиям, которые вы к нему предъявляете. Мы в каждой программе встречаемся с самыми лучшими, неординарными и популярными мастерами и художниками, которые рассказывают вам о своем творчестве и делятся секретами своего мастерства. Сегодня мы с вами окунемся в мир керамической флористики и познакомимся с художником, который работает в этой технике. Юлия Пащенко покажет нам, как можно сделать своими руками из специализированного материала «Анютина глазки» и поделится с нами своими наработками и секретами. Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте, Наташа! Это так называемый холодный фарфор. Да, он так называется. Это порселана фриа, называется по-испански, переводится как раз «холодный фарфор». Ну, парселан там, да. Так, из чего у нас состоит наша «Анютина глазка»? Ну, «Анютина глазка» сам цветок состоит из пяти лебестков. Ну, наверное, мы можем на заготовку. Да, я сделала заготовки. У них большой лебесток, вот он нижний, два поменьше и два тоже достаточно больших, как ушки торчат. Вот. Потом у цветка есть чешелистник и листики. Также есть различные формы бутоны, завядшие цветы, да, можно делать. Вот я тоже сделала заготовки. Это бутончики нераспустившиеся. Можно сделать завядшие цветы, чтобы для того, чтобы цветок смотрелся достоверно, надо воспроизводить все-таки формы различные. Потому что если у нас будут одинаковые все, это будет как ненастоящий. Да, это листочек. Ну, то есть все вот условие должно быть как в жизни. Да, да. Мы должны смотреть на цветок и повторять за природой. Блин, но вы держите в пакетике. Ее обязательно надо держать в пакетике, иначе она обветрится и будет непригодна для работы. И закрывать? Да, она самозастывающая на воздухе. Закрывать ее надо очень плотно. Я даже обычно чем-нибудь придерживаю. Вот мы делаем серединку. Мы должны проволоку намазать клеем небольшим количеством. Это латексный клей. У вас там маленький кусочек? У меня маленький кусочек, да. Его можно было бы сделать зеленый, но для одного кусочка я пока глину не буду красть. И мы его просто закрываем, эту петельку. Вот совершенно маленькая-маленькая серединка, просто для того, чтобы цветок не выпал с проволоки. Обычно после того, как я делаю серединку, я откладываю сушиться. А сколько она сохнет? Вот такой маленький кусочек сохнет достаточно быстро, наверное, часик. Мы начинаем с первого лебестка, с нижнего лебестка. Он у нас самый большой. Ну, также бывает много видов анюток. Бывает он маленький, нижний лебесток. Бывает большой, да. Бывает прорезанный здесь немножечко. Бывает вытянутый. Ну, природа нас забалует многообразием цветов. Начинаем всегда с шарика. Мы делаем из него капельку. Я не пользуюсь формой для вырезания. Я все это раскатываю всегда на руке. Ну, тоже опыт. У меня получается такая форма, которую я хочу. Ну-ка, давайте я посмотрю хотя бы на ощупь. Жвачка. Да, как жвачка. Мы придаем форму листика. Раскатываю, видите. На вот этой вот. Я работаю вот на этой. Некоторые работают на пальце. Мне удобно работать на поверхности вот этой ладони. Слушайте, ну сложно. Жвачку раскатать. Да, я делаю это одним движением. Вот. И вот до какой, насколько тонкая она может? Ну, максимально. Ну, конечно, здесь не надо максимально тонко. Ну, насколько возможно тонко. И это у нас получился уже сформированный, да, готовый лепесточек нижний. Да. А глина, это белого цвета была? Ничего с ней делать не надо было? Нет, я покрасила глину белым, потому что основной цвет глины, он, в общем, никакой получается. Он получается прозрачный, какой-то сероватый цвет. Так что, если мы хотим белый, мы должны покрасить масляной краской. То есть, просто берем белую масляную краску? Берем масляную краску и вмешиваем ее в глину. Вот сейчас я, видите, фактурю лист на молде. Это молд розы, но он подходит к канютным глазкам. Там эти прожилки? Там, получается, прожилки, да. Ух ты! И он уже стал более живым. И опять же, я должна его немножко подкатать с краешков. Вот я еще вот так вот делаю обычно. Какая прочная получается. Прочная, да. Она на вид тонкая, но она прочная. С ней можно делать сейчас, в общем-то, что угодно. Мучить лебесток как угодно. Потому что прямой он будет не смотреться настоящим. Ну, как? И вот здесь я еще делаю такую выемку. И вот она будет крепиться. И она будет крепиться, да. А сейчас я буду класть его сушица. Вот на эту штуку? Да. Вот я теперь делаю второй лебесток. Он уже немножко имеет другую форму. Здесь нет этой выемки. Нет формы сердечком. Но есть, опять же, пимпочка, за которую я должна крепить лебесток к капельке. Опять убираю лишний. А устаиваешь от чего, когда это делаешь? Сидеть в одном положении больше. Ну, на первых мостях классах у меня уставали глаза. Трязались руки. И теперь мне уже не страшно провести достаточно большое количество времени, делая цветок. А важно, как вы прикладываете к молду по направлению вот этих бороздок? Да, да. Вот низ лебестка, и вот он идет вверх. Изогнутый достаточно сложно вытаскивать. Всегда надо оставлять внизу глину потолще, чтобы она крепилась хорошо. Вот, и вот последний лебесток готов. Ах, как красиво! Важно также, как мы кладем их сушиться. Потому что сейчас они немножко схватятся. И уже так будут прилепляться к цветку. Поэтому, вот, например, верхние лебестки мы немножечко вот так вот отогнем положим. Все, лебестки готовы. Немножко должны не подсохнуть. Ну, я обычно в это время делаю что-то другое. Наверное, минут 10 они так схватятся. И уже будем лепить. И всегда я контролирую. Когда леплю, надо контролировать, чтобы они не отваливались. Так, ну, пока у нас сохнет, наверное, мы можем сделать листики. Трудно себе представить, сколько всевозможных лепестков, бутончиков, листиков создала Юлия своими руками за те пять лет, как ее увлечение керамической флористикой стало любимым занятием. А ведь когда-то Юлия Пащенко, отучившись в энергетическом институте, закончив аспирантуру, став кандидатом технических наук, доцентом, и подумать не могла, что ее сможет заинтересовать керамическая флористика. Ведь цветоводство ее не привлекало ни в коей мире. В отличие от Юлии, ее мама, увлеченный садовод и знаток цветов, показала как-то в интернете необыкновенно натуралистичный букет из керамики. Именно это и стало первым знакомством Юлии с этим видом творчества. Вдохновленная работами опытных мастеров, Юля тоже захотела создавать подобие живых цветов своими руками. Она серьезно подошла к этому вопросу и закончила школу керамической флористики. Потом долгое время совершенствовалась и искала свой стиль. Она один из редких мастеров, кто работает над изготовлением цветов без катеров, специальных форм для вырезания цветов и листьев, используя лишь пластичность самой глины и хороший навык лепки. А то, что она с детства серьезно увлекалась рисованием и живописью, ей помогает в творчестве. Ведь керамическая флористика и складывается из трех компонентов – флористики, лепки и живописи. Сегодня Юля – востребованный художник, и ее работы с нетерпением ждут поклонники. Когда смотришь на живые цветы, созданные ее руками, веришь, что если человек очень захочет, то он сможет создать все, что не пожелает. Кто-то скажет, что невозможно отдаваться творчеству, когда у тебя семья и дети. Юлия это опровергает, поскольку ее двое детишек и супруг – лучшие помощники во всем. Они искренне поддерживают любимую жену и маму и радуются ее творческим успехам. Я пользуюсь обычно для зелени зеленой травяной краской масляной. Вот я здесь ее выдавила немножечко. Беру немного. Просто чистая масляная краска? Чистая масляная краска, да. Акварельной за водой пользоваться, конечно, нельзя. И разные краски действуют на глину по-разному. Например, белила и синие краски, они очень подсушивают глину, поэтому ими надо пользоваться как можно меньше капелькой. Лучше потом подкрасить цветок. Вот видите, я замешала глину. У меня свои даже движения для замешивания. Я закрываю вот эту краску внутрь, чтобы не испачкаться. Видите, у меня руки чистые. А нюдь на глазке имеют листики формы вот такой вот. Поэтому можно на нее глядеть и вытягивать вот эту капельку. Она тоже достаточно большая. Все начинается с капельки? Да, все начинается с капельки. Шарик, с капельки. Я вытягиваю эту капельку в листочек. И опять я оставила здесь толстый слой глины, чтобы он хорошо держался на проволоке, потому что листик мы тоже будем прилеплять к проволоке. Вот я кладу листик на форму, закрываю ее тут. Вот так вот нажимаю немножечко. И утюгом так? Ну, можно, да, пристукнуть. И все. И получается, да. Получается, это зад цветка, это передняя сторона. Теперь я беру такой вот инструмент-говырялка. И я начинаю ему придавать форму листа манютной глазки. Вот немножечко. Видите? Мы его будем вешать, ну, класть на зеленую. Проволоку не на белую. Видите, цветочки я делаю на белую проволоку, потому что когда мы будем обкатывать стебель, зеленая проволока в тонком стебле будет просвечивать, а белая не будет. А вот наоборот, когда я делаю листочки, белая проволока будет просвечивать в листочках, да, в зеленых. Уже неправильно. Вот я отрезала кусочек. У меня всегда есть проволочка для того, чтобы брать клей, чтобы слишком много его не мазать. Вот я беру. Я его загнула вот так вот. Немножко вот здесь я делаю. Ну, вот здесь что же согнула. И получается такой листочек. Когда мы его покрасим, он будет смотреться настоящим. Тоже кладу на сушку. Значит, следующим этапом у нас чашелистики. Чашелистики – это то, что… Это то, что под цветочком. Под цветочком. Лебесточком. Ну, вот у меня есть готовый бутончик. Его делать практически так же, из маленьких по своему размеру лебесточков. И уже тут можно загибать, как хочешь, даже приятно. Я сейчас буду делать сначала стебель, потому что под чашелистиком уже будет сложно этот стебель прокатать. Значит, вот я беру полосочку. Тут самое сложное то, что ты пачкаешься в клее. Вот я так обкатываю стебель. Вот видите, я клеем промазываю, потому что глина, если будешь без клея, она потом отклеится, сойдет со стебля. Вот это вот обычно для новичков достаточно сложное дело – обкатка. Ну, можно на руки еще подкатать немножечко. Мы обкатали стебель. Теперь мы делаем чашелистики. Начинаем опять с шарика. Значит, я сделала капельку, из нее сделала вот такую вот с двух сторон острую капельку. А теперь я начинаю ее прорезать. Я прорезаю эту капельку на пять частей. Теперь стеком мы их немножечко… Да, стек надо держать вот по-особенному, не как-то там, а вот так удобно. Кладем на палец и раскатываем. То есть это вот в жизни у Анютины глазки вот такая штукенция. Кто бы мог подумать? Да, вот в том-то и дело, что на такие вещи приходится обратить внимание. И немножечко внутри ей вот… Глубинку. Углублю. Вот, получилась. Как красиво. Обычно должно оно засохнуть, а сейчас оно прилипает друг к дружке. Поэтому я все-таки ее разрежу. Мокрые клина друг к дружке прилипает. А, то есть вообще надо было немножко подсушить, да? Вот стебелек я бы подсушила, и он бы легко оделся. А так я одену вот с подвывертом. Ой, как красиво. Посмотрите, прям настоящее. Мы откладываем его сушиться. Можно еще провести стеком вот такие вот полосочки, чтобы они… Разъединились. Разъединить, да. Что-то не единое целое, а это листики отдельные. Так как здесь ничего не может развалиться, я, опять же, могу положить, могу воткнуть. Сначала я приклею вот эти три лебестка, потому что они немножко в другом плоскости. Я имею в виду, что я не буду сейчас приклеивать вот эти ушки. Я немножко подожду, когда схватятся вот эти лебестки. Потому что они вот немножко вот так, а ушки вот. Потому что я сейчас буду сушить его в этом положении, цветок. Видите, я не зря загибала вот эти основания. И ставлю уже вот здесь вот, используя сушку, вот придерживаю здесь. Чтобы он на весу сох. Да. Пока он насохнет, мы возьмем высохшую заготовку и будем ее красить. Основным цветом у нас будет ультрамарин. Вот видите, сейчас он как бумажный цветок. Ну, я бы не сказала, что он бумажный. Он блестит, и он смотрится на мой взгляд. На мой взгляд, он как чистый лист бумаги. Сейчас мы на нем будем рисовать. Мы просто подкрасим ему немножечко краешки. И он у нас зазвучит по-новому. Он станет более прозрачным, этот лебесток. Видите, я краем кисточки. От края на себя. Да, от края на себя. Я заодно подкрашиваю вот эти вот лебестки. Ну и немножечко захожу на сам лебесток. Прямо оживает. Он оживает на глазах. Поэтому я больше всего люблю вот этот вот момент. Также мы делаем с этим лебестком. Обязательно надо вытирать излишки краски. Вот видите, это первый слой. Я его наношу очень слабенько. Вот видите, я подкрасила. И это только первый слой. Потому что я не люблю, чтобы был цветок одним, ну, как одним цветом. Поэтому, видите, я взяла три цвета. Давайте пройдемся еще вот... А, можно и добавлять цвета? Добавлять, да. Мы сейчас вот здесь. Да, он становится более сложный, более интересный. Видите, я добавляю немножко-немножко. Да. Я посмотрела, когда такую расцветку в голове у меня отложилось. Я вот делаю ее по-своему. А сейчас я возьму вот этот сиреневый. Его уже, например, я положу немножко побольше. Ну и давайте добавим ему такой фиолетовый треугольничек, например. Вот видите, получился такой прозрачный некий цветочек. Я беру черный, но я его обязательно добавляю каким-нибудь цветом, который присутствовал в окраске краешков. Здесь можно руководствоваться прожилками. Как прожилки идут, так и полосочки расходятся. Если хочется яркого, вот оно, желтенькое. Ну, можно вот остановиться на этом. Можно сделать так, чтобы этот лебесток был желтым. Я бы вот, например, подкрасила, чтобы он был желтым. Здесь и здесь немножечко, даже можно сейчас немножечко, раз здесь есть, немножечко засунутся туда и тоже его покрасить. Ну вот давайте, например, остановимся на такой фиалочке. Она веселенькая, а между делом мы как раз приклеим сейчас вот эти ушки. Нет разницы, как клеить и этот, потом тот или тот, или вот так вот этот. Бывает, бывают такие-такие. Так свободно отрываете какие-то кусочки? Ну да, у меня уже автоматически видно, я даже не обращаю внимания. Вот этот лебесток заходит немножко сюда, а за ним стоит другой. Ну вот. И немножко потом я его высушу вот в таком положении. Получился вот цветочек. Давайте у нас будет кустик с маленькими листочками. Их тоже надо обязательно подкрасить зеленой краской. По листочку обильно можно. Если у нас лебесток немножко старый. Старый это пожухлый? Пожухлый, да. Мы берем и краешки ему вот немножечко подкрашиваем. И также стебли, когда мы будем красить, мы красненьким немножко в некоторых местах пройдемся. В розах особенно, знаете, бывают стебли такие красные. Да, 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 в розах часто красные такие. Вот он уже все равно стал поживее, да? Теперь мы его аккуратненько отгибаем, потому что она сейчас как бы красится. Прям с глиной смогли его? Да, она сухая, ей не страшно ничего. Снизу мы будем обвертывать стебель флористической лентой. Это вот тейп-лента, почему она белая? Есть разные. У меня есть коричневая для, например, деревянных каких-то веточек, есть зеленая. Ну, сейчас я взяла белую, потому что ее здесь не будет видно. Обычно я все равно прорабатываю все клеем, чтобы было уже прочно. Вот и прокручиваю таким образом. Крепим их как-то ярусно или они как растут из кустика? Ну, они растут и из кустика. Бывает, что у них вот здесь какие-то тоже ответвления, левестков. Здесь у нас малое количество, поэтому мы сделаем такой кустик, чтобы он был немножечко такой лохматенький. Безумная красота. Спасибо. Он будет такой маленький, нежненький. Вот видите, я сейчас сгибаю, потому что они обычно, они согнуты вниз. Я здесь это делаю аккуратно, потому что у нас еще... Да, они же вот такими вот вопросительными знаками. Да. Ух ты, какая красота-то. И если подвести итог сегодняшней программы, то, на мой взгляд, этот невероятно интересный вид творчества вполне может стать любимым видом рукоделия для многих из вас. Хотя, то, что мы с вами увидели сегодня, даже на первый взгляд не смотрится просто. Ведь в этом виде искусства тесно спрелись флористика, лепка и живопись. И я хочу от души поблагодарить Юлию за то, что она показала нам тот уровень мастерства, к которому нам нужно стремиться. И так щедро поделилась своими советами и секретами. Мы с вами прощаемся и желаем обязательно найти свой вид творчества, который вам придется по душе, поскольку мы уверены, что в жизни каждого человека должно происходить что-то чудесное и волшебное. И любой человек способен создать это своими руками. С вами сегодня были Юлия Пащенко и Наташа Фохтина. До встречи в следующей программе, где вас опять будет ждать штучная работа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok